Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Естественно, убежден в привычном и почти ежедневном режиме. Как объяснять-то вам не надо, наверное, особо, что каждый вечер с 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседуем, чьи попиваем, ну и песни они свои поют, музыку играют. В общем, обычная история, привычная для всей аудитории своего радио. Но знакомство сегодня, я надеюсь, будет для вас очень интересным. Ну, как минимум, мне бы хотелось, чтобы так и было. Есть у нас добрая традиция. Сначала играется какая-то песня, поется, естественно, играется музыка, а поется песня. Для того, чтобы составить некое представление и сделать музыкальную заявку. А дальше мы уже будем беседы беседовать и знакомиться с этими ребятами лично и очно. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну что же, друзья мои, будем знакомиться. Дима Торзок Знаете, когда я столкнулся с названием этого коллектива, я вдруг подумал, что не только в футболе оказывается группы играющих, бегающих по полю людей называют в честь какого-то региона или города. Оказывается, есть и музыкальные коллективы с названием своего региона. Группа «Карелия». Здесь сегодня всякий раз хочется сказать «Карелия». Почему-то «Карелия». Это вы. Давайте мы их много, будем их поочередно представлять. Ну вот тот очаровательный, я сказал, завораживающий совершенно голос, который вы уже слышали в песне, а теперь слышите на ее. Это у нас Ника Гаврилова. Да, это я. Здравствуйте. Ты посмотри. Она, кажется, и в жизни такая же. Далее. Я очень попрошу ребят один раз за эфир хотя бы подойти вот к этому микрофону. Загорится лампочка. Смотрите, вот он вот. Раз, ламп. Не туда смотришь. Вот сюда смотришь. Оп-оп-оп-оп. Подойти поздороваться хотя бы раз за эфир, чтобы вас слышали ваши голоса, потому что инструменты ваши слышат, а голосов нет. Если вдруг у кого-то возникнет желание по ходу эфиру поговорить, кроме того, чтобы Ника делать будет это за вас, она будет отдуваться, то можете тоже к микрофону подбегать и каким-то образом отнимать унициативу, чтобы немножко, когда девочки, передохнуть перед следующей песней. Итак, у меня по списку гитара Антон Верстовский, правильно? Ну так надо подойти к микрофону сказать. Только что объяснял, надо подойти и поздороваться. Все внимательно кивали. И Антон первый. Ну, просто скажи здрасте, не надо там расчехляться-то. Это нелегко. А трудно, да? А, можно сюда, да, наверное. Конечно. Это такое. Это ты. Да, это я. Привет, спасибо большое. Вот все, ради чего я тебя просил подняться. Виолончелли. А вот ей будет сложнее всех. Анастасия Чернышева. Ну, давай, я тебе громче сделаю. Покричи. Здравствуйте. Молодец, вышла. Далее у нас кто флейта. Нина Жилкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Валторна. Вот тот самый инструмент Илья Леонтьев. Привет, привет. Далее. Бас Олег Полевщиков. Привет, Москва. Здрасте, Карелия. Ну, а далее единственный человек, у которого свой собственный микрофон в этой студии, кроме меня, тоже важная персона получается. Да, да, здравствуйте, здравствуйте. Подожди, я тебе еще не представлю. Ага, хорошо. Этого не было, этого в эфире пока еще не происходило. Денис Никифоров, это ударный ханг-драм. Точно, точно, спасибо, это я. Вот эта вот штука большая называется ханг-драм. Кто-то ее по-другому называет. Нет, глюкофон это другой инструмент уже. Глюкофон. Это не глюкофон. Вообще он не похож. Как не похож? Похож такой же, как Тарел Калитей. Точно не похож, он, этот, язычковый, другая совершенно система. Ах, он язычковый. Это гораздо эротичнее, скажу я вам. Язычковый инструмент ханг-драм. Нет, нет, этот не язычковый. А, этот не язычковый? Да, а вот глюкофон, он другой инструмент, он язычковый. Так это у меня дома ханг-драм получается? Мне подарили недавно маленький такой. Подарили глюкофон, наверное, он такой доступный. А это очень редкий инструмент. Ах, то есть ты считаешь, что у меня самое доступное дарит? Думаю, да. Ну, если подарили, ну как бы. Ясно, в общем, принизил немножко тот самый... Нет, 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 здесь просто его делают обычно под людей прямо, то есть нужно с мастером иметь знакомство. Хорошо, я с мастерами знакомства не имею, безусловно, я не ударный инструменталист коллектива «Карелия». Потом, когда вот ты будешь на нем играть, мы немножко подробнее о нем поговорим. Договорились. Договорились. Вот, собственно, это и есть группа под названием «Карелия». Как называлась первая песня, которая прозвучала? «Мамос» и «Папос» называлась первая песня. «Мамос» и «Папос», да? «Не «Энд Папос». Про маму и пап, да. Обычно мы ее поем для тех, кто на концерт с родителями приходит. А, то есть у вас обычно так, вы видите, когда маленьких людей, маленьких, вы понимаете, что рядом с ними должны быть большие люди. Ну, да. А часто так бывает, когда к вам приходят все семьи? Да, детей много приходит, и это очень круто, потому что дети нестандартные всего реагируют, они больше всех танцуют, иногда люди вместе с ними начинают танцевать. Вот, ну, когда есть место. Подожди, я сейчас хочу для себя тоже понять, это важная штука, как дети или родители понимают, что на вас можно прийти? Ну, как правило, я так понимаю, у нас узнают благодаря сарафанной почте, да? Ну, вот, люди друг другу рассказывают, естественно, музыка у нас не злая, добрая по большей части. Она скорее светлая, чем темная, и поэтому есть какое-то доверие к нам, что на концерте будет хорошо. Вот поэтому и идут с детьми. Ну, поэтому можно. Или дети тащат родителей. Есть, кстати, дети, которые нам пишут, которые мне лично пишут, там, постят наши фотографии, есть такое. Слушай, надо об этом потолковать. А, кстати, да, да, есть еще у нас песня про зеленого ежика, но она будет далеко, ее дети отдельно коллективом поют, в спектаклях ее используют. Дети? Да. В спектаклях? Да, да. В детских? Да. Гениально. Ну, в общем, разговаривая с Никой, я понимаю, что, в общем, она сама далеко не ушла еще от детского возраста. Ну, по крайней мере, такая открытая и совершенно очаровательная аура какая-то у нее такая непонятная. Ну, сейчас поговорим об этой ауле. Я понимаю, что, как говорят, в Тихомомуте, да? Да. Но, как минимум, первое впечатление именно такое. Давайте дальше петь. Как будет называться следующая песня? Следующая песня будет «Грустная». Она называется «Я жду». Ну, когда ждут, всегда грустно. Я понимаю. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня, Карелия. Поехали, что ли? «Живые» здесь сегодня, Карелия. Как змея, обвивающая, села круг чаши провод, вокруг микрофонной стойки, Я бы рядом ехал, сыгралась со спицами, А в песке боли. А в песке полей, убязали в колеса, Не вывинял ячонки на наши лица. Я бы рядом ехал, солнце игралось со спицами. Жди, 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 и приду через море, жди, жди, я жду. Я не якобы молились, срываю на другие губы твои, слезами роняю с руки подожди. Я бы рядом ехал, солнце игралось со спицами, А в песке полей увязали в колеса, Неный линяй и орден, чёрды на наши лица. Я бы рядом ехал, солнце игралось со спицами, Жди, я убегаю через море, жди, жди, я приду через море, жди. Ведь я рядом ехал, солнце игралось за спицами, А в песке болею, увязали в кольцо, Соленые линялые челки на наши лица. Я бы рядом ехал, солнце игралось за спицами, Жди, я приду через музыку, жди. Я жду, жду, я жду. Я жду, я жду, я жду. Я жду, я жду. Я жду, я жду. Я жду, я жду, я жду. Я жду, я жду, я жду. Я жду, я жду. Ну, я бы сказала, что музыку мы пишем всегда все вместе. Так вот так вот, ладно, сели за пиво, написали музыку, так не бывает. Нет, ну, естественно, заготовки песен они берутся в разных ситуациях. Ну, кто заготовки-то приносит? Именно конкретно про эту песню? Ну, да, ну, а вообще, в принципе, чаще всего рыба-то музыкальная кто приносит? Ну, я пишу, Антон пишет, он, Илья пишет иногда, даже Денис пишет. Даже? Да, ну, даже он... Ну, просто барабанщики редко пишут в коллективе, ну, так бывает. Так, то есть, получается, у вас творчество тоже абсолютно, как бы сказать правильно, интернациональное в коллективе. Ну, я бы сказала, да. Нет человека, который отдельно отвечает за музыку? Нет, я, конечно, пыталась за него. У нас либо в микрофон, либо молчишь, тебя не слышно же. Олег сказал, что отвечает за пиво. У нас такая ситуация, я пыталась, конечно, за нее отвечать, но просто люди, когда они в коллективе сильные, им есть что нести, то музыка в любом случае, она меняется очень сильно. И если они искренние, то она открывается гораздо круче, если бы ты сам ее пытался как-то открыть и говорить им, что надо делать. Поэтому это редкость и здорово, когда люди друг друга находят и умудряются что-то вместе такое создавать и выносить. Вообще редкость и здорово, когда столько людей в коллективе, все за исключением любителей пива молодые абсолютно ребята, но он тоже молодой, но пиво любит, я понимаю. У нас вообще Олег самый маленький, на самом деле. Ради бога, я не об этом. Вы молоды и светлы, вот что важно. И при этом вы вместе, и при этом я вижу эти глаза, я понимаю, что в этих глазах исключительно рады жизни. Значит, еще пока не хлебнули, или это вот такое внутреннее состояние, которое не позволяет, ну, в смысле какая-то есть защита, которая ограничивает, ограждает, что ли, от тех проблем, от тех сложностей, которые вокруг вас есть. Дай бог это внутреннее состояние, чтобы оно никуда не девалось. Дай бог, дай бог. Чем больше таких музыкантов в России будет, тем мы, например, будем более счастливы, потому что светлого хочет чего-то и чистого. И, кстати, насчет вашей светлости и чистоты, народ пишет, ну, прям сразу, пошли первые же сообщения, еще с первой песни, я не стал их засчитывать пока, что волшебно, супер, с первой ноты нравится. Такие перепуганные ребята, первый раз, что ли, на радио. Вы как часто играли в прямом эфире на радио, скажите? По-моему, первый, вот именно даже таким составом первый раз. Вот Олег так, наверное, не первый. Олег бывалый, бывалый Олег. Ты сейчас говоришь, ты говори, пожалуйста, Олег бас-гитарист, любитель пива, да. Самый юный из нас, он такой самый бывалый. Я имею в виду вот в том составе, который есть, ту музыку, которую вы играете в первый раз. Они не перепуганные, они немножко пока еще непривычные. У нас как бывает, люди, которые первый раз к нам пришли, становятся нам близкими друзьями, и дальше в следующий раз приходят уже как родные. Это нормальная традиция для нас, мы стараемся сделать все возможное, чтобы музыканты чувствовали себя комфортно и получали и сами удовольствие от того, что делают. Так, вы получаете удовольствие от того, что делаете сегодня? Да, ну, хорошо. Два часа. Получаем, получаем. Точно, точно. Тебе, Витя, мне очень нравится. Кстати, вот что касаемо того самого инструмента, который ханк-драмом называется, вот в этой песне он вначале самым звучал. Аккуратненько играет он на нем, как я понимаю, не палочками, а пальцами. Только, исключительно пальцами. А можно сейчас вот так мы в тишине, я отключу микрофоны, чтобы они не фонили, а ты чуточку на нем поиграй. Я так понимаю, что если его не остановить, он так и будет продолжать, судя по всему. Он сам входит в процесс. Ну, под эту музыку можно медитировать, в общем-то. Можно говорить очень тихо. Это может быть под фонком в хорошей, интересной беседе, когда... Играй, играй. Тогда продолжай, я с ребятами поговорю немножко пока. Продолжай, пожалуйста. А кто пишет тексты тогда, расскажи мне? Ну, если вы в музыку пишете все вместе, то кто пишет тексты? Тексты... Говори тихо, потому что его можно спугнуть, да? Тексты... Так. Иногда создаются совместно. Иногда их пишу я. Так. В песне, которая предыдущая, это текст моего друга наполовину и наполовину мой. Так. Вот. А чаще всего кто пишет? Чаще всего я. Но мне как-то... Хорошо. Что-то вина захотелось и сигары. Спасибо большое. Спасибо. Ведь, если тебя не остановить, ты не остановишься. Браво. Потрясающе звучит инструмент. Я видел такие, естественно, в видео в Ютубе, очень часто бывает, да? Но никогда не слышал... Нет, был как-то... У нас был глюкофон. Мне говорили, что инструмент, который у нас был, когда человек играл, это был глюкофон. Теперь можно чуть подробнее. Какая между ними разница тогда между хангдрамом и глюкофоном? В внешне они очень похожи. Глюкофоном просто сделаны такими язычками, звучат они. А этот инструмент, он выковывается мастером. И он сродни, наверное, тибетским чашам или гонгам. Выковывается, пардон, из чего? Вот из больших... Вот это вот как будто бы чаши отдельно. То есть я думал, это тазики, обычные тазики, которые... Не, не, не. Это очень тонкий инструмент, и он так сделан, что они вместе не гасят вот такое развитие сустейн звука, а наоборот его больше еще раскачивают. И кажется, что он не из металла, а вот не из понятного, из чего такого сделано. Совершенно непонятно из чего, правда. Звук такой невероятный, космический абсолютно звук. Космический есть. Люди, которые его изобретали, они сделали его, скажем так, из каких-то терапевтических. Вот он в его, когда на нем играют, у людей что-то такое вот меняется, им становится как-то полегче, что-то такое. Мы же на шепот перешли с ним, это не случайно. А дети успокаиваются, то есть он реально успокаивает психику. Вот почему к вам дети ходят. Слушайте, самых нервных, волнительных и шумных детей надо водить на концерт карель. И устраивайте им прежде всего вот такую сначала сессию с ханк-драмом, чтобы они так... Ну, такое бывает обычно где-то в центре концерта. Чтобы они вокруг походили этого всего. Знаете, как на Новый год, я анекдотик вспомнил, сейчас быстренько расскажу, а потом объясню, почему он не вспомнился вдруг. Когда ребенок приходит из школы домой, ну, ребенок второклассник, скажем, лет 7, ребенку, все лицо исцарапанное. Просто в царапинах все лицо. Дело было под Новый год. И родители спрашивают, что случилось? Ну, мы хоровод водили. Ну, и что? Нас мало, елка большая. Так вот, к вам надо приводить, специально водить хоровод вокруг ханк-драма, чтобы дети ходили за ручки. Я думаю, скорость их движения будет уменьшаться с каждой секундой. Все медленнее, спокойнее, спокойнее. Минут через 5 дети там же и останутся, а родители пойдут на концерт группы Карелии. Дети останутся рядышком с этим инструментом, ностальгировать о будущем. Извините, если можно так перевернуть. Ну, и, собственно говоря, дремать потихоньку. Детей надолго не хватает, так что они потом переключатся и могут уже... Да, детей не хватает обычно надолго. И это нормально. Мы все были детьми, помним, как все нервно в этой жизни. Так, ребятки, я вот что забыл-то. Забыл очень важную штуку, на самом деле. Как с нами связываться? Я сейчас имею в виду тех, кто хотел бы что-то написать. Хотя очень много сообщений уже, но мало ли, вдруг кто-то нас слушает сегодня в первый раз. Так вот бывает такое. 46-47. Это короткий номер для СМС-ок ваших. Привет, ребята. Планируете ли вы концерты по городам России, кроме Москвы и Питера? Если да, то куда приглашают? Это как раз сообщение на СМС-портал пришло. Сейчас будете отвечать тоже. 46-47. Свои. Пробел. А дальше все, что хотели бы спросить или, может быть, эмоциями поделиться. Понятное дело, что вы должны написать свои. Кириллицы, латиницы не имеют ни малейшего значения. Важно, чтобы этот префикс был. Далее. Группа «Официальное сообщество ВКонтакте», сообщество своего радио. Там давно уже лежит анонс, фотографии. И в самом тексте анонса группы «Карелия» выделены синим. Значит, активная ссылка, кликая на которую, вы оказываетесь в них в сообществе. Ну, и становясь участниками этого сообщества, приобщайтесь к их музыке, к их жизни, к их, так сказать, кухне. Потому что вы получаете всю информацию об их передвижениях, концертах, турах международных. Ну, и немножко заглядываю вперед, конечно же. О выпуске новых альбомов, синглов. В первую очередь, а это очень важно. Как говорят, предупрежден, значит, вооружен. Есть у нас чаты. Чаты работают для вас, естественно. И сейчас, пожалуйста, можете писать, например, на сайте своего радио, своярадио.фм. Там зайдете, сразу увидите несколько разных интересных штуковин. Ну, кроме всего прочего, чат, он выделен словом «чат». По-моему, промахнуться невозможно. Кроме всего прочего, можно видеть все, что в этой студии происходит. Для этого, опять же, зайдите на сайт своего радио, своярадио.фм. Там сверху такой длинненький плеер, в нем слева онлайн-аудио. Это чтобы слушать, а справа с синим кружочком онлайн-видео, чтобы смотреть. Кликнули, и вот вам картинка. И замечательная студия, в которой замечательные музыканты. А картинку нам предоставляет Планета.ру, за что низкий поклон, большая благодарность. Там же, Татья, есть тоже чат, в котором точно так же можно отписываться. Мы отовсюду пытаемся выискивать интересные сообщения, которыми делимся с вами. Все, это все же касается коннекта. Дальше, наверное, не будем на эту тему говорить. А может быть, так как-нибудь еще разочек напомню, как и что. Давайте к музыке опять вернемся. Пишите вы тексты все вместе, музыку все вместе, аранжировки тоже все вместе. Ну, я уловил эти мысли, да? То есть, по сути дела, вы вообще живете все вместе. У вас большая, дружная семья. Да, мы живем у Дениса иногда. Но просто мы, как правило, собираемся репетировать у него дома. И у него такая гостеприимная огромная гостиная, которая состоит, в принципе, только из мест, где можно с инструментами сесть и из инструментов. Вообще, я люблю квартиры без мебели. Это очень удобно, кстати, не только для того, чтобы музыку играть. Так, и чего? Нет, естественно, мы живем по домам, но мы очень много людей не проводим у Дениса. Нет, уже не от неких вести пепет, ты сейчас сказала. Творчески живем. Творчески, да. А давайте дальше петь будем. Что это будет? Это будет песня Кали. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Карелия». Поехали. Когда-то здесь стекла река и лес была. Осенним днем, и ветер прятал рукава мои слава. Теперь в ладони прячет дым следы дорог. И сквозь него на ощупь в танце тени движутся пау. Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok Курорты, черноморские курорты Краснодарского края Тоже режим Черной России Нет, ну правда, почему Карелия? Ну красиво звучит, я понимаю Мистическое классное место Удивительно, если вы в нем побываете Вы же бывали там Конечно В любом случае, да И ни разу Невозможно не влюбиться Это правда Это как финская группа Курск Они никогда не были в Курске, но поют песни по-русски А живут в Финляндии Я все понял, да То есть группа из Станкт-Петербурга, группа Карелия Это как бы, например, была бы московская группа, например, Лобня Ну, неважно, ты не понимаешь Ну хорошо, я по-другому скажу Люберцы Московская группа называется Люберцы Почему? Место хорошее А есть там атмосфера в Люберцах особая? Ох, какая там атмосфера Тогда могла бы быть Ох, какая там атмосфера Ну тогда и группа должна быть такая, чисто Пацанская Ребятки, я шучу, на самом деле Вы что-то так запереживали Все хорошо Вы замечательные, вы классные Образование, я так понимаю, музыкальное есть у всех Ну обычно, вот как я понимаю, духовики Обычно имеют специальное музыкальное образование Обычно люди, играющие на инструментах Со струнами и смычком То бишь смычковые Тоже имеют музыкальное Ну обычное Редкий случай, когда нет Гитаристы чаще всего Самоучки Нет? Нет, нет, нет Давайте рассказывайте Какое образование у кого? Кто где, чего заканчивал? Микрофон знаете где? Либо этот, либо тот Вот, пожалуйста, подходите Или опять будет Ника за вас всех отдуваться Рассказываю за вас Лучше сами Сами, сами, сами Не стесняйся Вон, Илья Время уходит Давай, Илья Самый смелый Не, ну мы все в процессе Подними микрофоник Тебе удобнее уже будет Не бойся ты Так Конечно Вот смотри, как удобно Понял Так, все в процессе В процессе обучения Ну не все Кто-то закончил Вот Антон Закончил Санкт-Петербургский музыкальный колледж Имени Мусорского Я тоже По классу гитары Да, по классу классической гитары Так, а ты по классу? Я по классу волторны А, то есть ты его По моему инструменту профессиональному Знаешь, как бывает Интересно Бывает, с чем заканчивает консерваторию По классу фортепиано И играет на барабанах в итоге Всяко бывает Собственно, я дальше продолжаю учиться В консерватории сейчас Санкт-Петербургской А девочки? Вот летитка наша Нина Учится в училище имени Мусорского Мы все оттуда Ника тоже отучилась В училище имени Мусорского Вокал? Да Фольклорный вокал Настя учится в университете Университете имени Герцена У нас тоже на музыкальном факультете Виолончель Виолончель Ну, в таком случае, Олег где учится? Это микрофон, Олег Это я про басиста говорю Попался? Не, а можно просто с ним Просто его вытащить немножко шнурок Чтобы не цеплялся Вот сейчас уже можно было бы дойти Я учился в прошлом веке Да Музыкальный факультет странного искусства По классу бас-гитары Слушайте, все на своих местах получаются Все заканчивали А сейчас продолжаю учиться, собственно На Ютубе Нет, ну это понятно Ну, то есть тоже хорошее правильное образование У меня хорошие были педагоги Особенно Владимир Борисович Фертак Потрясающий педагог У нас историй джаза вел Дай Бог ему здоровья Тогда у меня вопрос будет Такого почти интимного характера А что вы делаете? Как вам с этими молодыми-то? Они же совсем дети еще С ними так классно Олег сам еще дети Да, Олег душой молод Не-не-не, это понятно Это понятно, это здорово Это здорово Люди потрясающие С потрясающей энергией Таких сейчас просто не найти Отпорченные временем Вот я об этом-то и сказал Со мной можно ты Со мной можно ты Ну, правда Я не могу Неудобно как-то даже Неловко Я счастлив, что я с ними работаю Это классно Вообще вот эта смена поколений Так называемая Да, когда взрослый человек Матерый человек Маститый человек Имеющий хорошее образование Хороший музыкальный бэкграунд Работает в одном коллективе С совсем еще молодыми ребятами Я думаю, что и для них Это стимул замечательный И для... Я надеюсь, как бы Мне просто классно с ними Всегда Подражание Да, ладно Клево Я могу такие примеры Мы тебя очень любим, Олег Когда они тебе еще об этом скажут Денис у нас остался еще Да, да, да Ну, у меня музыкальное образование Такое более скромное, чем у всех Я там закончил такой филиал Беркли у нас был Ну, нет, такой... Он условный такой филиал Просто неофициальный, не государственный Без диплома, без всего А так у меня Академия художеств Высшее образование Оно с музыкой не особо связано Ну, я догадался, что художник Имею в виду тот, который кисточкой Вот, 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 почти Ну, да, ну, да Ну, а как тебя занесло тогда в музыку, ты скажи, пожалуйста? А был в армии Бывает Да, играл на гитаре в оркестре Мне сказали, гитаристов много Надо сесть за барабаны освоить Пару месяцев И вот так как-то получилось Что у вас требован инструмент И вот легло И много всяких других ударных инструментов Более интересных Ну, это да, это да, это круто Кто-то написал, что очень дорогая эта штука На самом деле По-разному Надо каждый мастер Это вот сам петербургского мастера Дмитрия Алиникова С ним нужно иметь какой-то вот свой контакт Он почти под каждого человека делает мастер-инструмент ему свойственный То есть здесь такая чуть-чуть мистика вокруг этого Да тут везде мистика Сегодня вообще мистический эфир Карелия Карелия, абсолютно верно Спасибо, ребятки Давайте, наверное, петь дальше уже будем Время-то уходит, жалко и вам Что будет следующим номером вашей программы? Мандариновые люди называется Как всегда, живой звук в программе «Живые» Напомню, здесь сегодня коллектив «Карелия» Погнали! Есть где-то там за океаном острова Где цветут зачем-то пальмы и поет трава О стихах и о закатах, о пыльчах через свет В общем, а во всюду Чего у них нет? А где-то здесь сильно, где-то Города и миллионы трон, которые ведут никуда А в городах такие странные, похожие на нас Мандариновые люди, предпочитающие таз Посмотри на меня Посмотри на меня Я расскажу тебе Посмотри на меня Я расскажу тебе Пока играет симфония горящих мостов Пока храпят в ритме васи пассажиры поездов Пока не рушится мир в твоих волшебных руках Пока не ведаешь, что есть в мире страх Пока бежишь навстречу солнцу, задевая ему Пока бежишь среди песчин, ушки, топ-друг-мур Пока же дышишь этим миром до потерь И мед неплохо все значит, но просто живешь Посмотри на меня Я расскажу тебе Посмотри на меня Я расскажу тебе Музыка АПЛОДИСМЕНТЫ Музыка конечно, тут никаких эпитетов нет. Просто, наверное, почитаю то, что пишут. А пишут много. И скажу я вам, очень любопытные вещи пишут. Вот человек, например, написал следующее. Вы тоже чувствуете, как мурашки, медленно выползая из динамиков, ползут по телу? Русик Александров написал. Шикарная группа. Очень рад видеть и слышать их на своем радио. Причем понравились как-то сразу и безапелляционно. Это, мне кажется, тоже успех. Причем сразу. Взяли, что называется, бока за рога. Юлия Усова написала вот что. А вот бывают такие группы, которые удивительно изменяют вокруг пространства. Будь то клуб или поле фестиваля. Так и вспомнила летний концерт групп «Чужие сны» и «Корица». В зале были маленькие девочки, которые дарили вокалисткам букеты после выступления. И в тот вечер казалось невозможным, что в этом же клубе рубятся, в кавычках, панки и металюги. Карелия, похоже, дарит нам сегодня именно такую. Музыку, ну, в общем, да. Спорить с этим, мне кажется, было бы странно. Андрей написал вот что. Ого, нервы натянулись, зазвенели, в душе слеза появилась. Какая трогательная песня. Назвать треком эту песню рука не поднимается. Нарисовалась такая картинка. Карельский лес. Красивый такой. Карельский лес. Плеер, телефон, наушники. Карельский лес и плеер, телефон, наушники. В лес надо ходить с пустыми руками. По старинке, в лаптях. Карельский лес, плеер, телефон, наушники и я иду. Вот просто иду в темноту и небытие. И неважно, куда лежит мой путь. Красиво. Кому-то жутковато, а кому-то красиво. Евгений Горшков написал. Понравилась музыка и голос. Эдакая вишенка на тортике. О, точно. Чего точно? У нас Илья вишенка на тортике. Почему Илья? Мы запрещаем ему стричься, потому что вот... Дреды, дреды? Да, да. И чего? Галоритность прически. Вот. Илья, тогда вернись. А, ты вишенка, иди к микрофону. Иди к микрофону, пожалуйста. Ну, дреды, это обычно... Я, конечно, понимаю, что сейчас мода стала совсем уже своеобразной. Но обычно дреды, это принадлежность, ну, в некотором смысле, к иной музыке. Регги. Ну, понятное дело, да. Ну, я не знаю. Сколько людей столько мнений. Регги, травка, все дела. Я вообще играю классическую музыку, играю в роговом оркестре российского государства. В каком? Российский... Государственный российский роговой оркестр. Роговой. В направлении Сергея Полиничка, дирижера такого. Если бы я не понимал, о чем речь, мне как мужчине было бы стремновато играть в роговом оркестре. То есть, в данном случае, о чем речь? Что за инструменты в этом оркестре, расскажи. Рога. Неудивительно. А что за рога? Ну, вообще, российский роговый оркестр очень знаменит. Уже существует более 10 лет. Точнее, около 10 лет, если быть точным. Рога, инструменты меднодуховые, так сказать, прародитель этих рогов это охотничьи инструменты изогнутые. Ну, это рожки. Да, рожки. И у нас тоже рожки, только от маленьких до трехметровых. Вот так. От рожков до рогов? До рогов, соответственно. А ты на каком, извини? На каждое произведение, каждая рога. Это долго рассказывать, правда. Нет, ну, ты на большом играешь или на маленьком? По-разному, по-разному. А, то есть вы меняетесь инструментами? Не то, что меняемся. Вот рога стоят от самого маленького до самого большого. А ты бегаешь туда-сюда? Нет, нас 13 человек, каждый стоит. Так, Антон, есть что добавить? Давай. Я просто хочу вкратце рассказать, как это выглядит на сцене. Ну, по-моему, это забавно. Да, я со сцены не слушал. Очень-очень много, собственно, инструментов, рогов. И человек 15 бегает по сцене, передает друг другу эти рога. Да нет, ну мы стоим. Каждый рог, да, и поправьте меня, если я не ошибаюсь, каждый рог, из него можно излезть только одну ноту. Да. И с этим связана, собственно, сложность звукоизвлечения. Ну, все равно, что если представить, как там 10 человек встанут около одного рояля и будут отвечать только за одну ноту и попробуют там сыграть какое-то произведение. На самом деле, я с Никой, мы недавно имели счастье побывать на концерте. Дело в том, что, если сейчас пользователи интернета загуглят такое понятие, как роговой оркестр... Они перестанут слушать сегодняшнюю фирскую оркестру. Нет, нет, нет. Дело не в этом. Получат большое удовольствие. Дело в том, что это звучит хорошо и выглядит хорошо, и это интересно. Но это процентов 5 от того, что получаешь, когда приходишь на концерт. То есть ты решил сейчас попиарить роговой оркестр? Ну, давай. Нет, я абсолютно... Дело совершенно не в этом. Дело в том, что я пошел туда, собственно, без ожидания, потому что я несколько видео на Ютубе посмотрел, Илью послушал, потому что все уши прожужжал, и сходи, и мы сходили. Я играю сегодня на ноте Ля, сказал Илья. Дело в том, что ощущение непередаваемое. То есть когда... Ну, Илья, когда рассказывает, да, о концерте, среди прочего упоминаются такие вещи, что люди плачут в зале. Да, вот от эмоций, которые нахлынут. В общем... Это на физическом уровне просто от больших рогов, ну, вот на маленьких это не так чувствуется, а на больших трехметровых там очень большая вибрация, и она очень благотворно влияет на человека. Потому люди и плачут. Ну, да, на самом деле, несмотря на то, что там можно музыку играть, там, грустную, веселую, просто это давление такое на людей оказывает. Эмоциональная, да. На самом деле, просто чтобы понять, что такое роговое оркестре, вам нужно сходить туда, нужно прям, чтобы трехметровый рог дул прямо на вас, и тогда можно понять. Я совершенно не шучу, это не шутка, а тогда можно понять. То есть, ну, в принципе, я человек не сильно эмоциональный, но у меня к кому горле стоял. Причем программа самая построена таким образом, что люди на сцене добивают вот последние эмоции с тебя, то есть там, от... от Авы Марии, то есть вот все вот самое то. И, в принципе, да, я оглядывался назад на зрителей, которые сидят. Ну, я бы сказал, процентов 30 с мокрыми глазами сидят. В основном, это женщины за 50. А мы, мужчины, держимся. Стальные же. Да, стальные. Мы же стальные. Куда нам? Мы же держим. Вот, я очень рекомендую всем сходить. Спасибо за... Это интересно, кстати, да, и кто-то, может, не знает об этом. Вот я, например, не знал существования этого оркестра, уж, прости, как-то не доводилось до сих пор. Но играете, я так понимаю, классику, да, классику? Да нет, как раз классику, эстраду, джаз, современную музыку тоже. Мурку играете? Можем и Мурку. Все понятно. Если попросят, то очень хорошо. Окей, замечательно. Спасибо тебе огромное. Но, видите, как раскрываются музыканты, оказывается, что в нашей стороне еще есть кое-что, что любопытное, на что можно было бы посмотреть. Жалко, конечно, в эту студию трехметровый урок не войдет. Я уже было подумал, может быть, позвать их, ну, ты куда нафиг, да, такую дуру-то сюда. Только если в форчик его вытащить так, ну, тогда там весь район ляжет от слез, я полагаю, от того давления, которое трехметровый урок оказывает на соседние дома. Надо бы петь дальше. Что это? Чуть не косникла. Не-не, я просто слушаю. Я сейчас тоже представляла, как будут разместить все. Боюсь, что никак. Боюсь, что, к сожалению, никак. Если только есть портативная версия всего этого. На самом деле есть, конечно. Но это же другая история. В виде Ильи. А что дальше-то будет? Дальше будет песня «Седьмой лепесток». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» и здесь сегодня Карелия. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Я выпал из окна, сегодня ночью я стал Причиной появления гряды отвесных скал Среди равнин пустоты твоих Обыденных дней Кравово-красным для тебя И стал среди других теней Я, к сожалению, все помню Каждый пройденный мой путь Вместо того, чтоб ждать рассвета Прилпочел бы уснуть я Может быть, сегодня даже рядом с тобой Но в душе лечу вниз и за моею спиной Дождь Отрывая седьмой лепесток Отрывая седьмой лепесток Отрывая седьмой лепесток И тебя по рывам ветра Коснется моя рука И по белым щекам Потекут облака Знаешь, мне в своей лодке По твоей реке Бой туда и так приятно плыть Налегке туда, где дождь Отрывая седьмой лепесток По твоей реки Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» делаете, она ведь, опять же, очередной такой вот, если хотите, выверт в моем сознании, она ведь не особо коммерческая, правда же? Ну, это же не чашка кофею, это же не тролли-вали. Это такая музыка, которая требует вдумчивости, которая требует некого душевного развития, духовного скорее даже, наверное, и душевного в том числе развития. Потому что душевное и духовное, мы понимаем, что несколько разные понятия. Но в вашем конкретном случае то и другое должно работать. Для чего вы решили этим заниматься? Просто потому, что душа потребовала? Или все-таки какие-то есть планы на захват мира, в некотором смысле, на большие концерты в Олимпийском, например, я уж не знаю. Или нет, или все-таки это такая история, которая, вы понимаете прекрасно, что из этого особо ничего не выйдет в коммерческом плане. А я предупреждаю, это может быть вполне себе. Но вам это нравится, и вы без этого не можете. Расстроились. Ребята, ну не переживайте. Вдруг в этой жизни что-то поменяется. Может быть, года два-три пройдет, и все на нашей плане музыкальной... На глазах меняется, это становится все более и более востребовано. То есть людям нравится. Подожди, я к этому подведу потом. Я же мысль долгую. Я же хотел напугать, а потом поправиться немножко. Да и потом у вас не нужно. Что ж ты вот сейчас взял, мне избил всю мою концепцию. Ладно, рассказывай давай. Да, естественно, ну я не знаю, как все ребята. За себя отвечай. Я про себя могу сказать, что занимаюсь этим, потому что не заниматься не получается. Без этого тяжелее. Никак. Не так тяжело, а без этого совсем тяжко. Ну да. Нет, нет, в смысле без этого никак. А насчет чего-то большего, нежели просто играть для своего удовольствия, я не знаю, мне кажется, любой музыкант знает это классное ощущение, когда зал взаимодействует с тобой. То есть ты когда исполняешь, и ты получаешь какую-то отдачу, не материальную, не денежную какую-то, а именно когда люди тебя слышат, слушают, когда они подпевают тебе, зная текст, или когда они просто радуются. Ты после крутых концертов даже можешь выздороветь, если ты болеешь, потому что именно благодаря вот этому какому-то внутреннему настроению, тому, что рождается внутри тебя, вот эта сила, которая появляется благодаря людям, это круто. И чем больше на самом деле площадка, тем более там другие энергии ходят. Это, конечно, сложнее, чем больше площадка, тем это сложнее в каком-то плане. Иногда интимно тоже сложно петь. Но это просто удовольствие, которое, я думаю, что оно не имеет ничего общего с тщеславием или чем-то таким, а скорее имеет вот именно энергетические какие-то корни. Потому что это просто очень-очень-очень круто, когда люди соединяются, ты им что-то искреннее, они тебе искреннее, и вы все счастливы. Это круто. Ты ушел домой после концерта довольный, они довольные пошли. Вот. И когда у ребят, например, после концерта или после репетиции, когда я вижу, что они довольные пошли домой или чай пьют, мне душа радуется. Ну, это правда классно. А если они пошли не домой и пьют водку, тогда плохо? Да нет. Понимаю тебя. Понимаю. Да нет, братцы, на самом деле Денис немножко опередил меня, конечно. Полена меняется, реально. Я хотел сначала выяснить ваши ощущения к этому всему, ваши отношения, ваши ощущения. А теперь скажу вот, что меняется очень многое на сегодняшний день. Слава Богу, у русской, российской, так скажем, аудитории наконец появляется вкус. И чем дальше, тем больше, я обращаю внимание, ну, как минимум, аудитории своего радио это показатель. Чем дальше, тем больше мы обращаем внимание на то, что хорошая музыка, вот реально хорошая музыка, начинает быть востребованной. И на концерты групп, играющих не три притопа, два прихлопа, а что-то более серьезное, все больше и больше народу ходит. Так что ваша перспектива и ваше будущее, оно в ваших руках, дай вам Бог. Давайте петь дальше. Надо закончить час какой-нибудь красивой песней. Ну, вообще у вас все красивые, но тем не менее. И мы потом на паузу пойдем. Уже час прошел, ты заметила? Нет. Я тоже не успел, как-то вот даже не рассиделись еще. Что это будет за песня? Это будет несерьезная песня про бумажные пакетики, ой, про пакетики, которые лопают, как они называются? Пузырьки. Я понял. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня Карелия. Поехали. Что такое? Что-нибудь веселое, что ты имеешь в виду? Это он сказал. Ах, это он сказал. А, струнки. Ну, понял, да. Иногда бывает нужно. 4647 – это короткий номер для СМС к ваших. Сначала пишите свои, пробельчик. А дальше уже все ваши мысли, все переживания, может быть, вопросы. Все, готовы? Теперь поехали точно. СМС-СМС-СМС-СМС-СООБЩЕНИЕ Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, давайте продолжим. Вот то, что есть в душе человека и ровным счетом то, что должно быть в музыке. Это в музыкальном плане красиво, это в вокальном плане красиво, это с текстами все в абсолютном порядке. Ну, в общем, тот самый случай, когда если вы знакомитесь с коллективом в первый раз, вы наверняка уже не сможете оторваться от их творчества в дальнейшем. Пауза была большая у нас длинная. Надо, наверное, надо продолжить песню петь. Ника готова? Она как спортсмен сейчас перед выходом на площадку готовится к этому. Какая будет песня далее? Следующая песня называется «Бог тишины» на английском языке. God of silence. Кстати, сказать, вот один маленький момент, маленький нюанс. Еще ни одного человека не написало, почему по-английски. У нас бывают такие эпизоды, когда люди пишут, почему российская группа по-английски в данном случае, в их исполнении нет никакой разницы. Что по-английски, что по-русски звучит одинаково прелестно. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Субтитры подогнал «Симон» 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 Этот коллектив, я думаю, просто... Нет, немного, но достаточно. То есть там зарабатываешь? Бывает. Реально, да? Да. Остальные девчонки, мужья хорошие, да? Как я понимаю, дают возможность зарабатывать. Или как? Вот Настя решилась рассказать. Наушники. Сейчас я расскажу. Наушников. Держи. На самом деле я зарабатываю на виолончели тоже. Ух ты. И играю в квартете. Это очень распространено. Это называется халтура музыкантов. Подхалтуриваем. Нет, секундочку. Подхалтуриваем. То, как ты играешь, халтура назвать сложно. Очень профессионально, поэтому не надо к этому так относиться. То есть ты зарабатываешь музыкой? Да. Ух ты. Ну, в общем-то, да. Ух ты. Ну, Ильюша, он как бы не вдавался в подробности по поводу моего образования. Вообще я получаю педагогическое образование. И по этому диплому я буду учительницей музыки в школе. Вот так. 40 тысяч. Я сегодня выяснил. У нас просто там вот за стеночкой сейчас сидит одна учительница музыки в средней школе. Это, видимо, в Москве. 16 классов. А, еще меньше. Я как бы очень надеюсь, что я не буду. Понятно. Инна. Нина. Нина. Пардон. Да, Нина, прости, ради бога. Не хотела обидеть. Ну, вообще, самое реальное работать музыканту классическому это в оркестре, естественно. Оркестры могут быть разные, самые разные, и не очень хорошие, и очень хорошие. То есть, например, можно попасть в оркестр там Мариинского театра и зарабатывать достаточно хорошие деньги. А можно играть тоже в симфоническом оркестре, но при этом очень мало получать. Как учительница. Ты сейчас рассуждаешь, да? Вот где бы ты хотела. Нет, я просто рассказываю. Ну, конечно, я бы хотела работать в Мариинке. Почему бы нет? Ну, просто у классических музыкантов так часто происходит, что, ну, трудно найти именно постоянную работу во время учебы, потому что это и время много занимает. Репетиции, концерты. И это обычно действительно вот именно халтура, но халтура у классических музыкантов это не то слово, когда спустя рукава работа. Просто непостоянная работа. Это могут тебя куда-то позвать, поиграть с каким-то оркестром, и ты получаешь за это деньги. Но это непостоянная. Но это все равно очень приятно, знакомиться с новыми людьми в разных коллективах. И чем больше ты знакомишься на самом деле, чем больше ты играешь, тем у тебя больше шансов получить раньше работу. Да. Вот так вот. То есть, иными словами, не работаешь нигде? Нет. К сожалению, да. Мама с папой спасают. Да, мама с папой спасают. Понятно. Пока, да. Спасибо тебе большое еще. Ну, кто дальше? Ну, давайте, не стесняйтесь уже. Я работаю дизайнером, ну, веб-дизайн, там, иллюстрация, иконки. Но я хотел... Ну, я хотел... Ну, художник, это громко сказано. Я хотел сказать, что дизайнером работать очень весело, но самая интересная работа у нас, мне кажется, у Дениса. Он сейчас о ней расскажет. Ну, Денис, да, безусловно, Денис должен. Надо рассказать. Расскажет. Что я имел в виду? Я просто очень много чего в своей жизни делаю. Я там с музыкальными коллективами иногда играю, там какая-то копеечка. Я там хатхо-йогу преподаю, тоже небольшая копеечка. А вообще у нас есть такое фамильное призвание. У меня все родственники, они работали в Эрмитаже. У нас такой есть музей в Санкт-Петербурге большой. Да ты что? Да. Интересный музей. Один из лучших. Большой и интересный музей? Я считаю, что лучший. Огромный. Вообще хорошо, у нас такой есть музей в Эрмитаже. В России есть такой. Нет, ты, конечно, прости, мы здесь в Москве совершенно зашоренные люди, но про Эрмитаж мы слышали. Прекрасно. Приходите в гости. И там я работаю в научном отделе, в хранительском отделе. Мы сохраняем произведения искусства, меняем экспозиции, отправляем выставки. Ну, такой чуть просветительской деятельностью. И то, что, так сказать, за какое-то закультурное развитие страны, может быть, так чуть-чуть людей отвечает. Культурная столица. Культурные люди. Скромные. Правильно. А кто еще остался не освещен? Так, ну, собственно говоря, смотри-ка, она-то промолчала про себя. Дело в том, что Ника, она Ника. То есть, как бы, это связано и с работой тоже. Так. Ну, Ника, ну, объясни, пожалуйста, я не очень понял, о чем речь, собственно говоря. Ты как зарабатываешь на жизнь? У меня хороший муж. Браво. Истинный ответ. Истинная женщина. Давайте тогда петь дальше. 46-47 это короткий номер для СМС. Сначала свои, пробил дальше все, что хотели бы сказать. Как называться будет песня следующая? Глаза ясные. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» группа «Карелия» здесь сегодня. Поехали. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возьми мою руку Возьми мою руку Возьми мою сердце, мое дыхание Возьми мою сердце, мое дыхание Возьми мою дыхание И на расстоянии от тебя Мне уже кажется, что я и вовсе не я Возьми мою сердце, мое дыхание Субтитры подогнал «Симон» Что не песня, то откровение. Говоря честно, что не песня, то откровение. Вы сами-то понимаете, насколько терапевтически важно то, что вы делаете? Ну, я, конечно, понимаю, что ханк-драма, он лечит людей. Мы уже говорили об этом. Но если иметь в виду все, что вы делаете, это действительно терапия замечательная для человека, например, с тяжелым каким-то бэкграундом, либо, может быть, с тяжелым днем. Он пришел на ваш концерт, посетил его, посидел, постоял, неважно уже, в зависимости от того, каков клуб или какое место, и ушел совершенно просвещенным. Вы понимаете, что это миссия? Ну, то, что вы говорите, мне бы хотелось, чтобы это было так. Ну-ка, я вам сказал об этом уже, что это так. Вот я, например, не могу сказать, что у меня сегодня был тяжелый день. Но он, как всегда, был насыщен, наполнен. Я люблю то, что я делаю. Я отдыхаю в эфире. Вот, к тебе говорят, работаю, а я в эфире отдыхаю. Я сажусь сюда и отдыхаю. Весь день я могу работать по разным поводам. На радиостанции очень много всяких завод. А вот в эфире я отдыхаю. Но я привыкший уже, наверное, ко всему. В этой студии что только не происходило. Какие только коллективы не играют. А мне с вами хочется тихо говорить. Мне хочется проникновенные какие-то беседы вести. Вы делаете совершенно невозможное. Вы тихо, спокойно, не напрягаясь, вроде бы, внешне, лечите души. Вы это понимаете? На самом деле некоторые пришли в группу только потому, что как бы поняли вот это вот зерно. То есть, ну, есть такая мода приглашать велончелистов в группы. Очень часто. Причем с самого разного плана группы. И там, где звучит какой-то трэш. Там, где звучит, как, ну, этническая какая-то музыка. Ну, в общем, когда я приехала в Петербург, я не петербурженка. Откуда? В Сургут. Нормально так. Вот. Так. И, ну, так получилось, что меня вдруг начали расхватывать в разные группы. У нас любят просто девушек из Сургута. В России. Да, в этом, наверное, все дело. Конечно. Дело-то не велончель, конечно. И, если честно, когда вот меня пригласили поиграть в Карелию, познакомиться с Карелией, я, например, ну, уже скептически относилась к такому понятию, как группа, но все равно пришла, все равно послушала. Знаете, не жалею. Вот мы уже вместе играем, ну, уже год. Да? Я вместе с ребятами. И на самом деле я после тяжелого рабочего дня я отдыхаю на репетициях. То есть, ну, конечно, я думаю, что каждый осознает. Может быть, не каждый формулирует, но однозначно осознает. Ну, это супер. Это супер. Действительно, та атмосфера, которую вы создаете, которую вы умудряетесь создавать, она, ну, эфемерное понятие атмосферы, но она ощущается. Вот такое чувство, как будто бы я могу попробовать эту атмосферу, пощупать руками. А давай о концертах расскажем. Коля, мы коснулись этой темы. Когда у вас концерты? Где в ближайшее время вас можно увидеть и услышать лично? Ну, мы этот раз решили приехать к вам в Москву, мы решили и концерты здесь поиграть. Хорошее желание. Одобряем. Да. Только самое интересное, что все это произошло очень быстро, потому что мы достаточно экстренно договорились, так пригласились, приехали. Вот. И все организаторы схватились за голову, как так, так быстро. Вот. Но нам помогли и друзья, и площадки, которые нас позвали. Поэтому завтра, например, вы можете прийти на наш концерт в йога-клуб iSoul. Я не очень помню адрес, но в нашей группе ВКонтакте, которую вы можете найти. Да, там все есть. Вот. В Инстаграме есть. И в воскресенье даже нас тоже пригласили к участию в фестивале, Забава-фестиваль. Забава-фест, как-то так называется, в Мьюз-баре. Вот. Это все в районе Таганки, где-то там. В субботу очень важно, чтобы пришли те, кто хочет, потому что это вот концерт именно такой. Он будет камерный, акустический. Денис будет играть на перкуссии. И там будут еще хорошие ребята, которые нас поддерживают. Это Владислав Прокофьев и Стас Моря. Ребята, которые согласились делать с нами вот такое уютное мероприятие. То есть у вас будет акустический концерт? Да, да. А сейчас у вас трешовый. Я так понимаю, вы электроконцерт играете? Нет, он просто больше такой полносоставный, да. То есть вот все на самом деле от Дениса зависит. Сейчас вокруг Дениса много всего, почему он может звучать, да. А завтра будет не так много, но все равно будет классно. А если кто-то хочет более такую полную программу, уже вы послушаете это воскресенье. Спасибо. Я думаю, что заинтересованные люди как-то так в любом случае в группу вашего сообщества заглянут. В шапке анонс там есть ссылочка, поэтому все возможное. Кирилл Кьяшко написал интересное сообщение. Часто прочитаю, мне интересная реакция. Мне в понедельник курсовую сдавать интроверты разной степени тревожности. Ника – образец. Что? Он просит дальше без обид. Ну вот ему так показалось, что ты интроверт. Ты чего? А что мне надо сказать? Я не знаю, что тебе надо сказать. Это просто характеристика. Это неплохо, нехорошо. Есть экстраверты, есть интроверты. Надеюсь, ты это понимаешь. Да, конечно. Ника очень здорово поет русский фольклор, пишет Ульяна Гуреева. Ну, естественно, если она... Ой, Уля, привет! Это кто это? Уля – очень хорошая моя подруга. Очень классный человек искренний, которому действительно можно доверять. Она поет фольклор вообще круче в сто раз. На аватарке она ест яблоко. Да, она такая. Очень милая девушка. Удавая. Но ты фолк сейчас не поешь в принципе или поешь время от времени? Не-не, мы поем фольклор, только единственное, что для этого нужна особая инструментальная подготовка. А капельно? А капельно пою, но я, наверное, тоже не сейчас. Почему? Не знаю. Ну, можно и спеть. Почему не показать свои возможности по максимуму? Она, кстати, отходит от микрофона метра на два, а такое ощущение, как будто бы она прямо в него поет, когда поет. Ну, чуть-чуть, кусочек какой-нибудь маленький, чего-нибудь фолкового. Можно? Эх, как хочется где-то... А, давай, давай. Это вне программы сегодня. Это вне программы сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дима Тorzok Домжая ночь Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Сифолка. Но тем не менее, что-то в программе-то у вас еще есть? Да, конечно. Конечно? Давай, что это будет? Песня называется «Толи быль». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня восхитительная, обворожительная группа «Карелия». Других аппетитов я пока найти не могу. Поехали. То ли бы лето, то ли небы Снегом крытые, поля белые То ли кровь твое, то ли тиша твое По земле зайдет. То ли снится мне, то ли боль По земле зайдет. Кручу понесая В ручье лежит красная девица И на субботу руси стереться И все смотрит она в небо синее И все ждет она ясно, словно И ручей песни не уйдет, И зовет тебе сверху огонь. Серый дым на серых городах, Серый дым на серых паренях, Сердце серый, любви на имене, Серый сокок на серых знаменях. Ой, на серых я подожусь в глазах, Сияние того месяца, Звезду на серых планет, Пусть светит сад! Корректор А.Кулакова То ли были лета, то ли не было Снегом крытые, поля белые Ой, не болит о тебе сердце моё Оно о тебе пойму А что же вы делаете? Ты господи СМ-чика любопытная пришла от Ангелины Привет, Карелия, из города Киров Очень люблю песню «Зелёный ёжик» И другие тоже Вот человек выразил свою симпатию Очень люблю эту песню, но другие тоже Но это намёк, ну ты же как-то собиралась её спеть тоже, да? Да Ёжика-то зелёного Видимо, сегодня программу я не хочу подрезать То количество песен, которые у вас запланированы Но и говорить, не говорить с вами, вернее, тоже невозможно Потому что о вас нужно много выяснять Так как вы группа очень сильная Очень реальное открытие И для очень многих И народ пишет даже Благодарности за Эпохальное событие, которое произошло Для многих людей это действительно Я их понимаю Ярчайшее открытие Скажите, пожалуйста Я этот вопрос задаю всегда музыкантам Вот, например, Ольга Цымбал написала Ощущение огромного и важного приобретения От знакомства с группой Вы ещё сами толком не понимаете, что вы творите, братцы Вы ещё сами не понимаете, насколько вы прекрасны Вы делаете как будто бы музыку Вот мы делаем, вот что-то там творим А вы реально открываете горизонты Причём горизонты неимоверные, очень широкие Главное, чтобы не зазнались через годок Ну, Ника не даст Я так полагаю Я вопрос хочу задать, который, мне кажется, необходимо задать Мы не работаем, радиостанция не работает Принципиально не работаем с авторским сообществом Потому что я терпеть не могу коррупционеров и воров И считаю, что авторское сообщество Ничего другого не делает, кроме как зарабатывать себе На яхты, дачи Всякие разные удобства и комфорт Ну и какой-то избранный круг Приближённых к авторскому сообществу Возможно, получают с этого деньги А замечательные музыканты, чьи произведения Крутятся всюду и везде Получают три копейки за полгода И, в общем, не понимают, что произошло Поэтому для того, чтобы взять группу в ротацию Я должен задать вопрос коллективу или директору коллектива Вы были бы не против, если бы ваши песни звучали в постоянной ротации своего радио? Конечно, нет Смотрите, сказала об этом вслух Это зафиксировано, потому что все аудиоподкасты, видеоподкасты будут выложены в сеть А есть ли у вас пластинки, друзья мои? У нас есть одна готовая пластинка Как она называется? Она называется «Дыхание» А она есть ли на «Литий» пластинка? Ну да, она есть Мы печатали какой-то тираж дисков Но поскольку мы печатали его сами, естественно, их немного получилось Давай поступим так Мы просто свяжемся как-то так чуть позже До Нового года так и так Я базу музыкальную не дёргаю Чуть позже этим буду заниматься Просто договоримся, вавки какие-нибудь, вав-формате, естественно, да? Я сейчас делаю это сознательно вслух в эфире, потому что народ Вот ура кричат Реально кричат, ура Я думаю, что я сейчас спрошу, кто не против А я сейчас спрошу, а вы потом почитайте Друзья мои, те, кто слушает эфир сегодня Скажите, кто не против того Или нет, давайте так, чтобы было понятно Да, нет Кто бы из вас хотел, чтобы песни коллектива «Карелия» звучали в постоянной ротации своего радио? Тут надо написать да или нет Мне интересно, сколько будет нет Скажу вам честно Давайте петь дальше Пока ребята пишут своё согласие или несогласие Что будет за песня? «And I walk alone» называется она На очень понятном английском языке Ну так Да и молодцы, всё правильно вы делаете Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Карелия, поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Группа Карелия Вот иногда бывает, такое бывает нечасто То, что мы занимаемся большим и мощным отбором коллективов, которые просятся либо в ротацию Это ко мне, когда они приходят либо в программу живые Это уже Юлина работа Тот случай, когда ты что-то обнаруживаешь невероятное Ну, давайте так, имхо, как тебе кажется Очень бы хотелось, чтобы это невероятное так же воспринималось и теми, кто будет это слушать Ну, то есть, ради кого мы это делаем? Ведь станция существует не только ради музыкантов, которым нужно какое-то продвижение и, в общем, какая-то известность, она еще существует и ради слушателей, и ради людей, которым хочется чего-то нового, свежего замечательного, интересного, необычного Вот, исходя из того, что пишут сейчас Я понимаю, что мы попали в абсолютную десяточку Причем в самый ее центр И это блестяще Чего вы там решаете для себя сейчас? Чего петь, чего не петь? Я так понимаю, да? Ну, мы еще давайте там, мы успеем еще две штуки спеть Две песни точно успеем Как минимум две Да Да А чего? Почему? Почему? Стесняемся Чего вы стесняетесь? Не надо этого делать Вам стесняться, мне кажется Народ ежка требует уже Вам стесняться ни в коем случае нельзя Это, мне кажется, большой грех Вам-то стесняться Значит Ну, то, что написали, да Ну, потом почитаете в обсуждении Посмотрите, сколько человек написало Да, я ни одного нет так и не увидел А хоть внимательно и смотрел И пытался обнаружить Лучшая пятница бесснежной киевской зимы Пишет Кирилл Кияшко В Киеве нет снега Ну, как и в Москве Вот и Кирилл подчеркивает Это, что лучшая пятница бесснежной киевской зимы По-моему, поэтично сказано Ну, что, пока вы решаете, время уходит А я же паузу заполняю Да, мы решили Две? Ну, да, просто у песни, которую мы хотим петь и должны были петь У меня такое название, что над ним все время все смеются Я выключу себе микрофон, чтобы мой хохот был не слышен Мы не понимаем, почему это важно Ну-ка, давай произнеси Золотой душ песня называется Я потом посмеюсь Давай будем петь Как всегда же вы Почему не понимаете, я потом объясню, почему смеются Но это уже дело восприятия, на самом деле Как говорят, пошлость она не на ее языке, а пошлость она в ушах Кто как воспринимает Я в вашем произношении, произнесении это воспринимаю абсолютно нормально Поехали С битого сна Путь по темному небу Был к рассвету далек Переписанных строк Вереницей у лета ушедший звонок В дань стиха С битого сна Я не знаю, что это Обжигает ладони, танцует звенья Падает дождь, золотой дождь сна На меня Ману Падает дождь Золотой дождь На меня Успитала снов И небесные птицы Вели между ствол И прекрасен размах Но подбитым львом Белые сны На страницах его Они смотрят До новой весны Ждут перемен Сбитые снов Я не знаю, что это Обжигает ладони Танцует свинья Патает дождь Золотой дождь На меня Патает дождь Золотой дождь На меня Субтитры создавал DimaTorzok Вот сегодня тот случай, когда я не просто жалею, я плачу в сердце, что время программы ограничено двумя часами. У нас только одна песня осталась. Два часа ушли, истекли, но эти два часа были не пустыми. Я убежден, у вас сегодня появилась огромная армия новых поклонников. Я в этом абсолютно убежден. И были бы рады, если бы какое-то время спустя вы сказали, что наш концерт стал ходить на 200 человек больше. А нас бы это как внутри грело бы и насколько радовало. Сколько по времени, если помните песни, которые вы заканчивать программу будете? Сколько она длится? Тайминг какой у нее? Минуты три? Тайминг микрофон, ну куда ты? Минуты три показывают. Три? Чуть больше? Сколько? Три-четыре, мне кажется, да, так? Ну, три-четыре, это разница. Просто хочется закончить программу песней, после чего, так сказать, уже уйти на следующий час. А я поэтому для себя и выясняю, сколько времени, чтобы красиво закончить. Ну, в общем так, какие-то моменты важные мы уже решили и договорились о том, что песни ваши в ротации будут, но не сразу, сейчас сразу к аудитории. Друзья мои, не торопите меня, у меня целая стопка новых групп, которые тоже нужно как-то вместить. Просто в ротации своего радио 350 коллективов. 350. Я говорю об этом совершенно осознанно, подчеркиваю, что, ну, скажем, в ротации радиостанции под названием «Наша радио», которую вы прекрасно знаете, всего 40, у нас 350. Это разница. И дать всем место и время очень хочется. А групп хороших и ярких достаточное количество, но вы одни из ярчайших, поэтому для вас место мы, естественно, найдем. Но чуть позже дайте возможность немножко той базе музыкальной, которая сейчас есть, она недавно была пополнена, как-то отработать свою программу. Ах ты, как же, вот сегодня не могу сказать прощаться, ну, не хочу я прощаться с вами сегодня. Ну, совершенно не хочется мне этого. Абсолютно не хочется. Очень здорово, что вы приехали, замечательно, что вы есть такие. И слава богу, что вы нашли возможность заскочать к нам, осветили эту студию своим присутствием. Братцы, вы замечательные, правда? Вы роскошные просто. Спасибо. И вам надо это понимать, и вам нужно с этим жить. Вы должны понимать, что вы творите чудо. И это чудо называется музыка. Все, без лишних слов, финальная песня. Все остальное скажем друг другу после эфира. Будьте здоровы, будьте счастливы, и, главное, развивайтесь, растите, не стоите на месте. Окей? Всем пока, до понедельника. Зеленый чай Был ноябль И облака текли по сонной земле, и глаза зерна наполнялись на сквозь зеленый еж сады колонном. Был ноябль Наливай свой зеленый чайежек, не головы, не наливай. Скоро, вот я снега, я юнеки, все дороги зеленые сплетел, одно безразлично белое полотно. Глаза от зерна всегда спует лед, и мой нежно зеленый ежек у снят. Увидит, как под фиолетом и небом во сне, чувствуют духи, навстречу весней, как живые. Глаза, распахнувших во льдах, плакают волшебные лиси растрают. Но зеленое радио зеленой полной, зеленых полочек разнесся и мной. Глаза, распахнувших во льдах, плакают волшебные лиси растрают. Глаза, распахнувших во льдах, плакают волшебные льдах, плакают волшебные льдах. В основе зеленого В своем зеленом Зеленый чет дождей дрожжи На своих зеленых лапках держится мир Субтитры подогнал «Симон»